Значит, давай опять-таки разделять тех людей, которые организуют подобные шествия, не то что те, кто платит за это, это совершенно вообще другой уровень, а те, кто работает то, что называется в поле, вот те, кто прямо на улице в числе заводил, в числе активистов, которые руководят вот этим, например, шествием, которое мы сейчас наблюдаем. Это люди, которых можно назвать просто людьми, которые делают это за деньги. Я не думаю, что они, в общем, на идеологической основе исполняют подобные заказы. Нет, им платят деньги, они это реализовывают, им, в принципе, все равно. Еще, на мой взгляд, более опасная, потому что она более многочисленная прослойка, это то, что я, например, считаю, я вправе назвать их полезными идиотами теми самыми. Почему? Потому что они выходят на подобные протесты с осознанием собственной правоты. Они живут тоже в своем мире, в котором, значит, по конституции Соединенных Штатов человек и гражданин имеют право, то, о чем мы с тобой всякий раз в эфире споем, имеют право выйти на мирный протест, высказать свое мнение. Они же без оружия выходят, значит, в принципе, имеют право. И они убежденно выходят и крайне возмущены, когда полиция их вот так вот вяжет. Они сразу говорят о том, что это лишение прав, это, значит, произвол, это волюнтаризм и так далее. Что, как этим людям объяснить, почему они идиоты? Вот они, это, вот, когда началась так называемая СВО, масса людей призывали идти, значит, на фронт. И я, значит, у себя в социальных сетях написал, все призывы идти на фронт я могу, значит, воспринимать, только если эти призывы сделаны из окопа. Вот когда ты сам туда пойдешь, тогда ты имеешь право других звать. А с телеэкрана, с радиоэфира, в социальных сетях это все чушь собачья. Ты вообще не достоин этих призывов, потому что действительно есть люди, которые там воюют, а ты просто вот отсиживаешься в тылу и на их горбу выезжаешь, призываешь других идти воевать. Так и здесь. Ты идешь отстаивать права палестинцев. Ты идешь отстаивать права, значит, исламского мира. Ты, может быть, барышня милая, которая там вот идет по улице в Нью-Йорке, может быть, ты отправишься, например, в Тегеран. Вот я призываю тех, кто на таких протестах высказывается за соблюдение прав мусульман. Может быть, ты отправишься в Тегеран и просто попытаешься без платка пройти по улице в том виде, в котором ты привыкла ходить, вот на эти демонстрации. Как далеко ты пройдешь и что с тобой сделают дальше? Может быть, ты там попытаешься развестись со своим мужем? Или, не дай бог, тебя там застанут за Адюльтером? Или аборт сделать, не дай бог. My body, my choice. Так тебя просто камнями побьют. Обращаясь к представителям мужского населения, которые там же на улицах Нью-Йорка, я им скажу, послушайте, а вот если вас вдруг заподозрят, вот вы оказались там в том же Тегеране или в палестинской автономии, вас вдруг заподозрят в том, что у вас есть какие-то порочащие вас связи с американским миром. Вы же ведь оттуда приехали, да? Вы, болтаясь на подъемном кране на центральной улице в Тегерана, будете тогда призывать соблюдать права исламского населения. Послушайте, вот этот инфантилизм, эта крайняя безответственность в проявлении себя на Нью-Йоркских улицах, не понимая, что творится в стране тех, кого вы защищаете. Давайте вы будете более ответственны. Давайте вы будете понимать, какой режим, какой уклад общественный вы на самом деле защищаете. Вот вы сейчас находите в совершенно безопасном, с юридической, да, в общем, и, наверное, с практической точки зрения, если сравнивать с другими странами, в стране Соединенных Штатах Америки, и вы чем-то еще недовольны. Вы просто сравните. Имейте мужество, да? Имейте здравый смысл сравнить две ситуации в разных странах. И тогда вы поймете, за кого нужно выступать и против кого нужно выступать. Тогда ситуация совершенно другими красками для вас заиграет. Она даже не красками, она вдруг станет черно-белая. Вам вдруг станет понятно, что хорошо, а что дурно. И тогда, может быть, в вашей голове наступит, наконец, порядок. Продолжение следует...